доброе днем из украины рад вас приветствовать на нашем канале про пчеловодство пашка 1 меня зовут пашка и сегодняшняя тема видео такие интересные сегодня хочу с вами пообщаться на тему аборигенной пчелы ребят что хочу сказать в общих чертах вот не хочу никого обидеть потому что наше общество очень сильно консервативное наши люди отталкиваются такой идеи если бы был хозяин было бы все хорошо здесь нужен хозяин он бы сделал наше лучшее наша самая суперовая наша 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 но на логика знаете еще такая ну еще сложный знаете вот такой как психологический портрет еще как бы полностью не сформированы люди еще надеются что придет какой-то царь и что-то за них сделает они не понимают что в любом городе в любом селе все решает вот эта масса людей которые там проживают не решает кто-то другой но люди все-таки наши еще пока ожидают что за них кто-то что-то сделает так то в действительности проблема с этими абориген коми есть очень какие колоссальные люди консервативные и надо мы сделаем и самое смешное что все корняководы там баски басква щеки это и бы на кол посадить а есть даже особо радикальные которые говорят всех кто продает матки всех на кол посадить потому что кто-то там сказал что с одной пчелиные семьи дворняжки можно сделать большое количество пчелиных семей и тому подобное ребята здесь фишка не в том что можно что не можно здесь важен конечный результат у меня удивляют я я же ребята общаются с пищеводами вот бывает дядька говорит блин пашка сделал отводок сделал отводок с пчелиные семьи на на три рамки пчелы и не матку вывели ты представляешь они матку вывели я ему говорю ну а ну если взять ну клавиуса такой небольшой то там тоже матку выведут ну просто вопрос другом какое качество этой матки но люди как малые дети они полностью эту биологию пчелиные семьи еще не разобрали они думают что например если пчелы вывели свою матку то это уже хорошо кстати по выводу маток если хотите можете где-то там посмотреть есть определенные то видео сейчас я думаю на ю тубе видео про вывод маток уже есть тысячи и там вы можете себе пора на смотреть какие нужно готовить и пчелиные семьи для вывода маток там уже не все так просто не все так однозначно но суть сводится к чему что если вот эта трехрамочная пчелиная семья выведет матку она будет как мягко говоря не не хорошего качества и толку с нее не будет но в то же время ребята она же будет занимать ульяна будет занимать ваше время рабочие она будет какую-то тянут хвощину и количество меда будет небольшое так ребята давайте разберемся про аборигенную пчелу какие самые главные недостатки ее первое на рейсе содержать таких пчел в населенных пунктах как вот например сейчас стоит у меня пасека просто невозможно то блин побалют бензинами спалят короче если так просто говорить ну просто спалят если вы тоже все вот там еще если где-то в селе еще люди как-то будут терпеть здесь терпеть никто этого не будет второе то вообще чисто по-человечески вот включить мозг как быть как человек умный нормальный человек относиться к людям как ты бы хотел чтобы они относились а к тебе так что агрессию ну как минимум сейчас вытаскают пашка это 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 селекция нужно проводить селекцию на своей пасеки ребята то покупали мы разные матки определенных даже уже более селекционных там такие они и шины в одно место извините на слово это не то что я там рекламирую но все равно агрессия в них тоже повышенная и могут атаковать кого-то попало то что получается что на тех пластиках которые чисто занимаются выводом а таки работают на селекцию они не понимают как выводить маток или шо или фишка сводится к чему но если разобраться вот на сегодняшний день я считаю так что агрессия является но одним из ключевых потому что каждая пчелины каждые пчелы будут носить мед все пчелы будут нас если им дать медосбор ну все ок ну логично так подумать я думаю что может еще и kiai что и мед не носят ну я думаю что все будут на второе матки проблема будет с раевыми матками с вами и свищевыми какая разница между раевыми с вищевыми давайте начнем сразу вынуть такая смена она более редкость ну проблема с раевыми матками если человек постоянно работает с раевыми матоками что у него получается первое поколение второе поколение третье поколение четвертое поколение пятое поколение шестое поколение и там пошло что-то означает с родилась от нее дед детки мамка мамка строилась а дочка есть дочка строилась а внучка внучка строилась а правнучка и получается идет такой наклонная селекция рай и райовых пчел и получается что эти уже усрёныши даже при наличии там четырех десяти рамок уже готовятся к роению тянут маточники начинают роиться в и им кстати в определенное время уже стоит без разницы есть у тебя медосбор нету медосбора такие общины и семьи являются проблемой кстати очень часто содержится на многих пасеках и говорят что это хорошо и супер ована в основной свящевые матки свящевые матки на этих пасеках это тоже самое что только что мы проводили пример человек сделал отводок и он увидел и удивился что там принципе пчелы вывели матку но качество этой матки будут очень такие плохое и дальше мы сейчас про это поговорим первое нужно понять что качественная свящевая матка это из одно двудневной личинки почему так все очень просто потому что этих первых два дня всех пчел и личинку матки кормят одними тем же маточным молочком после третьего дня на третьи сутки пчел кормят там маточным молочком плюс еще какая-то кашка медовая а матку кормят личинку матки кормят сугубо маточным молочком и и как это влияет на на матку если если например личинка будет стаж ну например ребята из 1 двухдневной личинки у нас должна получиться матка ну средняя хорошая скажем плохих маток тоже может быть но они более редко ну например матка которая отсевает 1800 и 2000 яиц или там 2 500 может высевать на 2 500 это уже рекордистка я так можно назвать из трехдневной личинки уже например матка может отсевать полторы тысячи из что кстати неплохо если разобраться ну и может отсевать например 1200 а это уже хуже а если взять уже четырехдневный то будет отсевать например тысячу яиц и получается такая картинка ребята что пчеловод говорит весна пришла а пчелы не развиваются и сказочник пашка когда я рассказываю например вот и здесь фишка свой ну почему я больным людям очень сложно нормально относиться почему я так и говорю что ну не то что к больным но люди просто не пробовали они не понимают когда я рассказываю например по одно трехрамочный отводок который перезимовал и мы его до 20 мая нагоняем там до 20 и 25 20 25 рамок пчелы и когда тебя смотрит этот человек который содержит что подобие такой пасеки и когда у него зимует этот устреныш на внутри рамки он до 20 числа нагоняет 6 рамок пчелы и они в него еле дышу потому что матка не сеет человек не может понять что первую скрипку в улье играет матка и качество матки играет огромнейшую роль таким образом получается что вот эти пасеки вот на сегодняшний день если вы хотите вот например я сейчас говорю более молодым человеком которые хотят организовывать свою пасеку более-менее профессионально и в каком-то плане в каком-то плане они хотят добиваться результатов но опять же нужно понимать если есть чего добиваться этими результатами если есть медосборы есть какие-то леса какие-то разнотравия и ночью другого тогда есть смысл играть а если например вы просто ради души работаете ну и можно и за баригенкой работать хотя кто хочет работать чтобы тебе жалили постоянно с утра до ночи на вот вам и ребята вот эта пасека про которую я рассказываю здесь важно понимать что будут и хорошие и плохие будут агрессивные и спокойные но даже две-три пчелиных семьи на тачке 50 пчелиных семей могли может ну мощно агрессивных могут вам сделать такой обздец что проблем потом не обзаведете ну например на сегодняшний день вот умею там возле родителей в стоит пасека и соседи просто там бьются я не знаю ворота бьются ну я не знаю что там за пчелы но нападают там что-то кого-то обижают эти пчелы но проблема просто колоссально хорошо вы поняли вот такая чепуха агрессивные пчелы это плохо в любом случае это плохо так что я отталкиваюсь от этих трех принципов агрессия роевые матки свящевые матки на тихая смена это хорошие матки сразу хочу сказать что не всегда роевые матки плохие например вот я в прошлом году кто меня смотрит я думаю что зрители сейчас объясню сориентируйся я показывал улей который стоит здесь вот здесь стоит улей он как бы вам объяснить как бы вам правильно объяснить этот улей был с украинской степной позапрошлом году я показывал видео как я делал вырезку маточника и делал отводок в этом году это пчелиная семья уже развивалась а и мы сделали уже несколько отводка в определенное время я понял что все таки ну настает там нас такие период настает безятковый период я тоже про него рассказываю очень часто это летом мы рассказываем и я понял что семья ну просто сроится есть склонность к роению но сама семья развивается нормально тянет ващину работает не как бы ни что ни что ни стопориться можно так сказать мы делаем налет на матку как делается налет на матку это очень важно чтобы вы умели его делать налет на матку делается элементарно забирается весь расплод переставляется сбоку стоящие улетают ставите этот у лиги вам нравится здесь вы ставите медово перговую рамку ни в коем случае не оставляйте здесь расплода никакого расплода и ставите например две рамки ващины ващины вот кормушку ставите ставите заставной и оставляйте здесь матку это классический вариант налета на матку который выводит почти на сто процентов любую пчелиную семью с роевого состояния конечно же если это какое-то наследственное гамно извините на слово про эту матку то может быть оно не выйдет своего состояния а так семья ощущает сюда возвращается все летная пчела и она образует что-то подобие роя так как нету расплода короче скажем так мышленную семью просто-напросто обманули мы забрали весь расплод поставили ващину и они ощущают такое ощущение как будто они отпустили рой они как будто в новом гнезде и таким образом пчелиная семья выбит сыр его состоянии мы сделали отводки и такая пчелиная семья после налета на матку работала спокойно и дала нам уже на подсолнухе два магазина ну это немного ну как но они но два магазина меда вот имеется ввиду что это селекционная тоже роевая матка да она тоже роевая матка с роевой дочкой можно так назвать но она работает она не заходят в роевое состояние как например эти усы реныши я когда-то с поймал рой я не знал что с ним делать он блин доходит до восьми рамок и все и потянет маточники и родится и мне в голову это не влаживается как может семья на восьми рамках уже родится но представляете себе как для меня это сложно понимать но она родится так ребята перейдем к следующему этап вот комплекс вот это и покупных маток и всего этого что сводится хорошо ребят опять же это больше склонна для молодых пчеловодов не для старых потому что старые бы они больше консервативные ну может быть и старый кто-то может попробовать это сделать ребят есть два типа замены маток матку можно менять раз на два года это не проблема даже раз на три года если по деньгах например можно использовать плодные матки и можно использовать неплодные матки в чем фишка вот тоже задавался вопрос недавно про эту тему до года три назад я выкурил такую чепуху что мы можем с неплодными матками работать и повышать селекцию своей пасеки ну это так в общих чертах сказать но есть часка вот пашка а мы где а кто-то когда там проводил эксперимент и матка летела 10 километров ой боже мой этот уже это это уже настолько затертая тема что даже смешно говорить ребята если вы разуете его глаза и посмотрите как облетаются матки вы можете увидеть что матка облетается прямо блин у вас на пасеке чего ей лететь за 10 километров если вас на пасеке офигенное количество труда вопрос никто не думал зачем человеку ехать за 200 300 километров на работу если у него работа есть через дорогу понимаете эксперимент заключался в чем что ставили трудовые семьи и смотрели когда матка будет облетаться да там на определенных расстояниях этот эксперимент если не ошибаюсь я проводился в пустыне и там было по процентах там не то что что матка летит 10 километров там был если не по не ошибаюсь я был процент что на таком расстоянии там 10 маток облетелась а лучше а потом хуже 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 и в определенные там уже она не облетала то возвращаемся к теме возвращаемся к теме неплодных маток то я в курил одну интересную тему что можно покупать неплодные матки неплодная матка имеет такую закономерность вот есть 32 хромосомы вот если мы возьмем матку у нее 32 хромосомы 1616 к чему это все ведется матки есть 16 хромосом отцовских и есть 16 хромосом как бы непосредственно от самой матки которые передаются ты сейчас я более понятно вам нарисую не знаю но я сейчас попытаюсь передать эту информацию вот мы возьмем матку есть мы покупаем неплодную матку есть материнка вот например у меня купили неплодные матки пашкина материнка она находится у меня это материнка я отправляю вам эти матки вот она приходит к вам она неплодная матка неплодная не плодная по идее она смотрите вот эта матка несет 36 хрома ой блин 36 32 хромосомы 16 это матка и 16 это труд ну пчелу передается можно так сказать сюда приходит нам матка она приходит неплодная у нее есть своих 16 хромосом 16 да вот вот они а вот этот труд который залетный вас оплодотворит можно сказать эту матку он принесет еще 16 таким образом получается чтобы вас не запутать вот это неплодная матка несет геймофон первой матки вот ту которую от которой вы покупали и если вы на следующий год покупаете новые матки например любую дан неплодную неплодную например вот здесь мы взяли например карнику тройзык а на следующий год для того чтобы они не смешивались а мы возьмем лек ли клерк как она пишет короче без разницы любую карнику возьмем еще карнику любую и таким образом получается та же процедура матка 16 этих хромосом 16 но она не оплодотворена и она оплодотворяется уже вот этим трутом фишка сводится к чему что в основном если разобраться то вот эти байки что там залетные труты прилетают за тысячи километров и там тому подобные бойцы за 20 за 30 километров но она на сегодняшний я думаю уже не является действительностью измайлов говорил если мы обратим внимание на измайлова он говорил что спариваются даже вплоть до того что спаривается порода с породой не хотят они спариваться с другими породами ну конечно же если если будет как бы не определенные породы они в любом случае будут спариваться но в любом случае понимаете но и говорят вот а как же что-то а вот например стоит ваша пасека 50 пчелиных семей 50 там 100 пчелиных семей ну 50 да у тачок ваш стоит и вылетает матка на облет и здесь же сразу облетаются труты не матка полетит смотрите здесь логика наша сводится к чему что матка полетит за три километра туда км а труд и вот эти они не полетят они ни в коем случае не полетят за маткой вышел они вылетят и полетят в эту сторону за пять километров и будут оплодотворять тех а антет ничего подобного если на вашей пасеке достаточно трута матка только вылетает за ней уже полетел вот этот хвост все они уже полетели не нужно и лететь за 20 за 15 километров она вылетела облетелась и вернулась и назад все происходит очень быстро бывает такое что прям свита формируется уже непосредственно с улья и там не свои же труд и летят все свою летит так что такой вариант например на пасеке очень неплох когда мы можем с помощью неплодных маток они например например дешевле пробовать вести какую-то селекцию цена неплодок на порядок ниже например чем плодных но он плодные мы покупаем и не теряем времени потому что с неплодными конечно нужно работать только с отводками я бы все-таки рекомендовал бы я уже как-то рассказывал объяснял показывал рисовал делаем два отводка подсаживаем сюда неплодки если что-то не облетелось объединили и пошли по медосбору конечно же покупные матки дороже но мы не теряем столько времени как с неплодками мы например взяли пасеку и формируем формируем например протираю противороевые отводки противороевой отводок это сразу называется пакет здесь четыре три четыре рамки расплода например да и мы сюда подсаживаем матку и через полтора месяца это уже мощная семья хорошую матку пассаж важно подсадить хорошую матку не какое-то там чудо так что вот такая друзья ситуация я бы рекомендовал бы не зацикливаться на 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 шаре вот на шаре нужно всегда просчитывать насколько вы умеете насколько вы можете тогда вы закупаете эти матки и пробуйте шо вас этого дает если вы например купите матку за 300 350 ривень если пчелиная семья вам за сезон принесет пг 50 кг меда а вы будете работать с этой маткой два года то это получается 100 кг к меда на сегодняшний день это стоимость например по 60 до или они уже опять не опять них я не принимают 6000 ривень вот за два года эта матка вам должна принести 6000 рейне вопрос я что-то не понимаю и дурной да и или вы не собираете столько меда или вы настолько жадные что даже на себе экономить и потому что ну для получения большого количества меда нужно хорошие матки большое количество мяса большое количество пчелы так что вот такая друзья ситуация на сегодняшний день больше больше склонен к селекции ну как это сложно назвать селекция я я склонен к такой работе вот моя работа сейчас сводится к чему я не запаривайся ни с чем вот меня даже нет даже такого понятия как вот это раз к чистота породы то кому нахер лапшу на ухо вешаете нету это никакой чистоты породы нигде не не в бакваста не той же шабари гена не в той степной но может в карпатке там потому что они там в этом сидим как бы в горах сидят но опять же опять же где гарантия что карпатка чистая чистая да не не сплюсуется с обычной дворня и потому что карпатка чистая дворня гарантии что же нет да то что они спали спаривается две карпатки это понятно но то что это дворня это например чистопородная ну уже эффект не тот вот такая друзья ситуация так что я в это уже давно не верю и фишка сводится к чему что например я уже рассказывал например в прошлом году мы выводим маток там вот одно бакваста например мы выводим а так вот мы как 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 бы вам объяснить я вам тоже так рекомендую работать и вы не это пасеки медового направления выводим вот в прошлом году мы выводим полностью бакваст 1 1 линии полностью первая например линия бакваст погнали вот у меня точек 30 пчелиных семей полностью формируется на этом баквасте мы делаем отводки мы готовимся к медосбору мы там штампуем все это первая линия готов в том же году пашка уже покупает второй бакваст у меня этот бакваст уже не нужен второй бакваст мы берем это вторая линия и таким образом в 2020 мы выводили первую линию 2022 мы точнее 2022 вот так вот так что я а в 2023 мы уже выводим вот уже от этого и получается такая ситуация что здесь находится трутень первой линии а на следующий год если мы каждый год меняем матки там у нас уже трутень ну как не будет между как она называется подождите между параллельного скрещивания или как она правильно мы мы добиваемся таким образом и breeding у нас здесь уже матки будут эти и они уже на следующий в этом году они идут как материн это как материнка на следующий вот она идет как отцовская наследует вторая линия уже в двадцать третьем году облетается на вот этих трутах первых после этого облюда мы ребята уже берем еще третью например линию третью и таким образом мы работаем подбираем пробуем методом тыка и у нас получается хороший результат хорошая амидопродуктивность хороший объем приноса нектара и это важно ну это для пасек уже более-менее больших вы можете так делать например с неплодками потому что с одной стороны покупать там какие-то элитные матки это еще тут геморрой покупка неплодок вы получите хорошие качественные матки например да вы себе посадили в отводки и не паритесь там этих 30 неплодок это что 4000 гривен или 5000 ремень это вообще с одной стороны не деньги на большую пасеку на какую-то на следующий вот купили другие поменяли но опять же нужно нужно приспосабливаться к этому спробуйте смотрите у меня ребята тоже бывало покупали неплодки им тоже нравилось еще немаловажно когда работаем с неплодками еще хочу остановиться на этой теме неплодки неплодки на сегодняшний день очень сильно мне задолбала одна фраза если твои неплодки облетятся с местным трутом это же будет вообще это же будет плохо такие глаза то пена течет страшно боже мой ребята то меньше смотрите матка водов меньше смотрите матка водов хорош уже успокойтесь это такое впечатление что на сегодняшний день его больше между вот этими разными пчеловодами они даже не знаю где где жало у матки находится они в они а зато они знают как маток выводить как селекцию вести они все это знают все это понимают то к чему я это все веду никто никогда не отменял эффект гатерозиса все рекорды бились а лично у меня на пасеке когда мы схрещивали привязан привозную породу с аборигенной чистоты нам не надо мы берем например карнику плюс дворня еще было бы хорошо что было роевая дворня потому что она ухо даже моща роевые трутинь чтобы было хорошо и получается получается каким-то образом можно сказать любовь да вот о сердечко о вот это классно получается потому что это эффект гатерозиса эффективность карники возрастает на 20-30 процентов но вы представьте себе сама матка была классная она с каких-то там голубых кровей плюс ее ужахнул еще этот трутинь проявляется эффект гатерозиса бог ты мой медопродуктивность и все повышается но это конечно эффект только на один со мной ману как она работает не постоянно это все нужно постоянно менять потому что если вы будете карнику хрестить карника это будет плохо нужно менять с линиями это нужно постоянно чудить но я имею ввиду что переслушались а ребята вы матка водов переслушались а матка воды заняты херней когда например он на своей пасеке выводит карнику плюс карника у него получается среднестатистическая матка и когда она приходит к вам на пасеку вы не видите никакого никакой особой разницы потому что ну да ну носит мед ну вроде не родится но вроде так ну чтобы такого чтобы такого всплеска нету потопа потому что они не не занимаются работой они не готовят ваши вам пчел они не 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 хотят к вам чтобы вы мед получали они хотят деньги зарабатывать не включают смекалку задача ваша бы видите если вы спаритесь так будете иметь хороший результат кстати очень важно очень важно учитывайте ну не ну конечно можете мне поправить в этом рассказать что я не прав ну все опыты которые я проводил у себя на пластике показывают обратное и я бы вам бы рекомендовал бы особенно хорошо заходит карника и степная очень хорошо заходит вот и когда вашу карнику будет покрывать трутин степной вот такие будут матки прекрасные матки по медопродуктивности вообще бомба по отсеву тоже бомба так что такая чуть друзья ситуация ну ладно сегодня шо мы общались а мы сегодня подводим итог пообщались а за все и ни о чем сразу немножко про то да все напомнили как работать какие можно пробовать методики напомнили что мы можем работать не только например с покупными матками мы можем работать из матками как бы сказать покупными не только плодными они плодными потому что они немножко дешевле и за счет того что матка неплодка несет и своего ну своей как-то говорится матери и и за чужой трутинь его не портит таким образом мы бы даже можем проводить какую-то селекцию за относительно не за большие деньги можно работать можно экспериментировать можно пробовать все ребята потом на эту тему мы еще снимем отдельное видео подам вам еще определенные идеи попробуйте посмотрите может быть у вас получится все будем на этом прощаться всем всего на лучшего всем пока